Я вам хочу сообщить, что я создал телеграм-канал для спонсоров Бусти, чтобы с ними там всяким баловаться. Попасть туда можно и получить всякие другие бонусы, можно поддержав канал на Бусти. Уровень спонсорства при этом не важен, доступ дается всем. А если ты уже являешься спонсором, то подключи свой телеграм в настройках Бусти и жди сообщения от бота в приложении. Спасибо. Всем привет, я Эмбра, наша компания продолжается за республику Западная Аляска. Наши текущие проблемы уже решены, поэтому давайте-ка будем получать новые. Вербал и Нэнси вошли в город. Несколько дней назад вражеские повстанцы заняли его, превратив поле битвы. Снаряды усеивали землю и кирпичные здания лежали разбитые в дребезги. Их фасад теперь был разбросан вокруг них. Вдалеке виднелся полузатопленный церковный приход с пробитыми колоколами. Артиллерийский снаряд поразил его башню. Здание осело и накоренилось. И защитникам пришлось быстро отступать в страхе перед дальнейшим обстрелом. Выжившие с обеих сторон шатались по руинам, ища медицинской помощи и еды. Вдалеке раздался пронзительный крик. «Какой беспорядок?» – сказал Нэнси. «Но я думаю, ты привык к этому». Видя, как она обернулась и увидела, что Вэрбл попыхивает сигаретой, наслаждаясь, как будто он прогуливается по собственному заднему двору. Приятно видеть, что хоть кто-то наслаждается и рад этой поездке. Она увидела женщину в белом, которая спешила между медицинскими палатками, неся в руках медицинские принадлежности, а также спирт для промывания ран. Местные медики. Хвала Богу за них. Это была ее идея. Их миссия расширялась в геометрической прогрессии, и теперь она была в первых рядах самого упомрачительного явления в России. Она вздохнула. В конце концов, ее пребывание здесь будет дольше, чем ожидалось. Вынув изо рта сигару, Вэрбл выпустил клуб дыма, который окутывал его, как легкий туман. «Ты не права насчет моей радости», – сказал он, поворачиваясь к Нэнси. «Но мы точно спасаем этих людей». Однако, он пнул ногой кучу земли перед собой. Они не могут спасти сами себя. «Германия тебе о чем-нибудь говорит?» Он улыбнулся. «Мы еще сделаем из них солдат», – сказал он, глядя на двух вялых мужчин, которые стояли перед остатками своего дома. Их лица были опустошены и полны неуверенности. «Мы дадим им жизнь, свободу и стремление к счастью». «Надеюсь, ты прав», – сказала она. «Мне бы очень не хотелось, чтобы все эти страдания превратились во что-то неправильное». А где новый фокус? Ну, сейчас должно быть появиться. Кстати, насчет бедности. У нас 84%, а что, как бы, ну, нормально так? Ау. Я только хотел сказать, что тут у нас минус к стабильности поддержки войны, но пофиг. У нас ведь 100% и то и другое, но у нас смута закончилась. Все, а бонусы я получал от нее, вот. Теперь уже этих бонусов нет. Все равно показатели хорошие, как бы. Но уже тогда появился смысл опускать бедность. Потому что раньше тут, ну, большие проблемы, ну, исключительно вот из-за стаба и поддержки войны. Да, здесь, конечно, изменение всяких тут эффективностей, методов и так далее. Но как-то чувствуется больше всего именно стабильность и поддержка войны. Но из-за высокой бедности у нас рекрутировано население, плюс 19%. И прирост, кстати, тоже еще и населения сверху. То есть, чем беднее у нас население, тем больше вояк можно затянуть на войну. Ну, потому что, а что людям еще делать, если они бедные? Так что, с одной стороны, нам выгодно, чтобы у нас было население бедное. А с другой, ну, это не дело вообще. Так что, ну, нафиг. С бедностью будем бороться. Это можно сделать, например, вот здесь. Поставив просто борьбу с бедностью. Но это я, пожалуй, сделаю позже, потому что пускай будет этот вариант у нас. Так как он увеличивает ВВП. А здесь у нас ВВП будет даже падать. А это нам не надо. Нам сейчас нужно как раз-таки работать на рост ВВП. Поэтому сидим пока так. Он долг уже начал расти. Сказали, что я там где-то деньги получил в резерв, и они ушли все в долг. И списали, в общем, его. Ну, тогда вообще нормально. Только, да, у нас теперь на 5 растет. Последнее прощание. Она стояла у причала Магаденского порта, глядя на ранее утреннее солнце, пробивающееся сквозь темные пасмурные облака и окрашивающее холодное море в яркие цвета. В ее глубах была сигарета. Звук тюления, который уносил соленый морской ветер. Хотя сладкий запах табака не исчезал. Она дрожала в своей шубе, подаренной другом. Или бывшим другом. Ее дыхание выталкивало сигарету с ее места. Рядом с ней щелкнула тротуарная плитка, и она рефлекторно потянулась к кобуре. Но кобуры у нее не было, не говоря уже о пистолете. Старые привычки умирают с трудом. Она расслабилась, разглядывая полную фигуру своего друга. Или бывшего друга. От него разила виски. Хотя он изо всех сил старался скрыть этот запах под слоем одеколоны. Странно. Она не помнила, чтобы он так делал. Особенно для тех, с кем не ладил. Может быть он все еще друг. Перекрикивая волны, она начала говорить. Сейчас ты выглядишь иначе. Сказала она. В чем причина? Он приветствовал ее с ухмылкой. Не знаю. Сказал он, притворяясь обиженным. Я собирался попрощаться с подругой. Она сегодня уезжает. Она улыбнулась, пытаясь держать смех. А какая она это твоя подруга? Вы были близки. Она для меня как семья. Я собирался дать ей вот это. Он постучал по деревянному ящику в своих руках. Я надеюсь, что ты сможешь передать это ей. Как она выглядит? Ты узнаешь ее, когда увидишь. Он протянул ей коробку. То, что внутри, настоящий антиквариат. Не потеряй его. Прежде чем она что-то успела ответить, он начал уходить. Прощай. Она крикнула во весь голос. Но шум волн и ветра заглушил ее ответ. Нэнси. Нэнси. Пожалуйста. Это вот это, Нэнси. Мы столько прошли с ней. И даже обидно не то, что я ее все это время прокачивал. Это у нас прокачанный генерал. Четвертый уровень. 4-4-2-3. В атаку, в защиту просто. Ну, вот конфетка. Жесть. А что у нас из прокачанных еще есть? Да, чайоке какое-то. И то вот даже не прокачанное. У нас нет прокачанных. Все. Павлов. Ну, он фильм маршал, в общем. Ну, генералом его ставить на смысл. Нам придется сражаться с Центральной Сибирской Федерацией без Нэнси. Что ж ты такая? Ладно. У нас есть вот этот. Джон Питер. Ты там что-то вроде покачивался. Вроде не покачивался. Короче, сейчас я тебя передвину вот сюда. А ты у нас чисто наемник тут у тебя, конечно. Угу. Бонусы есть на акклиматизацию. Атака спецвойск. Ну, спецвойска мы не используем. Но стоимость повышения минус 95%. А можно... Слушай. Я даже не знаю. Может быть, чайки просто поставить. Но стоимость повышения плюс 95%. Фильмаршал мне фиг назначишь. Ладно. Давай поставим его вот сюда вот. Сюда можно влепить Джерри Патрика, наверное. Или вот этого. А, Джерри Магачо. Во. Давай кого-то себе. Ну, будем их, короче, заново сейчас качать. Мастера штурма тебе. По укреплениям атака пускай будет плюс 15. Хотя здесь укреплений, наверное, у кого и нет. А, блин. Тут нажать надо сюда вот. Закрепить контроль над Сибирией. Угу. Получим идею несправляющейся администрации. Класс. Там дебафы еще. Серьезные такие. Ну, ладно. Получим ячейку исследований. Даже опыт флота. О, как. Республика Западная Аляска объединяет Дальний Восток. На Дальнем Востоке России произошло нечто немыслимое. Легендарный Митчелл Левенгстон Вербл III, предводитель отряда наемников, ныне контролирует обширные земли данного региона, по размерам сравнимого с Канадой. Первоначально он искал пристанище для ветеранов и солдата, торгнутых обществом по всему миру, и оказался на службе у Михаила Матковского. После этого он отвернулся от своего бывшего работодателя, создав место, где все солдаты могли бы чувствовать себя как дома. Возможно, до сих пор несоизмеримая удача стоит за его успехом, но для настоящего триумфа его идей потребуется нечто большее, чем простая благосклонность фортуны. Если слухи верны, Уербл не собирается останавливаться на Дальнем Востоке. Возможно, настало время для России, которую возглавляют не только политики или ученые, а те, кто отдают свои жизни, защищая ее. Ну и ну, да. Весь мир сейчас узнал, то, что мы такое совершили сейчас. Так, давайте мы сейчас совершим, значит, что? Пройдем, наверное, как-то вот сюда вот. Вот так давай. Так, а вот и наши новые фокусы. Что тут можно брать? Вот это вот. В землях удачи и славы. Поехали. Наши геологи представили нам интересное предложение. В архивах Иркутска пылились старые планы обследования северных районов республики Саха, Якутия. Они ожидали найти там алмазы и другие ценные минералы. Но, как и многие другие великие и амбициозные проекты, которые должны были стать частью сибирского плана, это тоже развалился после вторжения стран Оси в Советский Союз. Теперь у нас есть шанс воплотить эти планы в реальность. Хотя это, скорее всего, будет долгим и дорогостоящим проектом, сама перспектива найти месторождение алмазов такого масштаба, как в Якутске, слишком заманчивая, чтобы ее упускать. Всякий раз, когда государство готово выделить ресурсы на этот проект, инженерный корпус армии готов вонзить свои лопаты в твердую, негостеприимную почву. Слушай, насчет долгого не знаю и сложного, но мы территорию уже сейчас получаем. А, ну может быть именно что-то с алмазами связано в перспективе нам дадут. Но главное, что сейчас нам дали территорий. Да, население здесь, ну, такое, 65 тысяч, 35 тысяч. И фронт наш стал побольше. Теперь нам придется растягиваться уже туда на север. Битва за Италию, кстати, сейчас. Молдива. А тут демократический социализм. Альянса уже у нее нету. Угу. Называется Итальянская империя все еще. Наверное, чтобы переименоваться, нужно большое вливание денежных средств в бюрократический аппарат. Поэтому они решили не это самое. Появились, кстати, у нас новые решения. Вот. Теперь нам стало больше возможности влиять на наше государство. Только политка. Где же тебя брать-то? В общем, нам нужно заниматься борьбой с бедностью. Поощрять иммиграцию можно. Здесь людские ресурсы получить. Но у нас и так 150 тысяч. Мм. Пропагандистские программы. Тут тоже людские ресурсы можно получить. По энергии у нас всего хватает. Мне бы на научные исследования взять. Образование, субсидирование, развитие. Тут НПЗшки, может быть, кстати, получить. Административный офис. Слушай, хорошее решение. Прямо реально хорошее. Но давайте сейчас я возьму борьбу с бедностью. Там еще и на ВВП идет влияние. Так что это нам надо. Давайте. Подкоплю сейчас политку и возьму, пожалуй, субсидирование развития. 70 тонн. Политки надо. В то время, как Россия никогда не была сильно индустриализированной страной, в ее расцвете наш народ мечтает о могучих фабриках, сильных и эффективных производственных линиях и современных удобствах, вызванных массовой индустриализацией. Сегодня наша мечта стала немного ближе к осуществлению. Американские бизнесмены привезли с собой партии промышленного оборудования, тяжелые техники и технических специалистов для отправки в наши промышленные сектора и заводы. Многие в нашем правительстве и даже простые люди благодарны за эту поступающую помощь. И сами американцы говорят, что если их инвестиции будут успешными, они вернутся с большим количеством, независимо от того, откуда она взялась. Наша промышленность просто стала немного мощнее, и наша страна в результате стала немного более развитой. Так, промышленное оборудование будет улучшаться. И новая партия. Множество судов с подозрительными портовыми реестрами и сомнительными грузами прибывает каждый день вдоль замерзших берегов России с продуктами, которые могут подкупить или сломить военачальников. Или стать разницей между жизнью и смертью для многих лидеров, стремящихся реформировать Россию. Сегодня в наш порт прибыл еще один такой корабль, но этот отличается только масштабом. Набитый до кровев оружием и боеприпасами, этот старый дырявый корабль несет больше вооружения, чем наши заводы могли бы произвести за несколько месяцев. Ну, я бы посомнился. А, подожди, тут транспорт и БТР. Груз доставляется нашими американскими контрактами в ЦРУ, поскольку они стремятся помочь нам в нашем стремлении в конечном итоге восстановить Россию и принять бой с нашими общими врагами на Востоке. Хотя пушки могут быть устаревшими, они являются для нас находкой, позволяющей нашему государству становиться сильнее. Ну, как бы пушки хорошие тут, он БТР. Единственное, что БТР мы не используем. Но транспорт используем, так что хорошо. Здесь бы нам побольше арты делать. Паровозы мы уже на производили, хватит их там. Да, хватит. Давайте сюда вот войны завода поставим. У нас на фабрике как бы тут стоит много чего. Но пока что, пока что даже убирать я не буду. Армия без страны, страна без промышленности. Когда анархия на Дальнем Востоке наконец подходит к концу, нам нужно приступить к восстановлению нашей экономики. Наше положение, откровенно говоря, мрачное. Мы страдаем от демографической катастрофы, не похожие ни на одну другую в России. Гораздо менее развитое, чем государство к западу от нас из-за исторического пренебрежения нашим регионам. Если мы хотим, чтобы у нас был шанс объединить русские земли под нашим знаменем, мы должны приступить к реализации проекта быстрого экономического и промышленного роста. Имея примерно полдесятилетия на то, чтобы исправить бесчисленные годы отсталости, мы не можем терять ни минуты, если хотим исправить нашу трудную ситуацию. О, политвласт плюс 100, и наш варбал получает черту большой босс. Прирост политки, кстати, будет плюс 0,70. Поток кофеина, кстати, еще. Так, политка это очень хорошо. А это что? Магаданский флот. Нифига. При правильном развитии мы превратим порт в полноценную оперативную базу, когда наша магаданская база заработает в полную силу, она станет не только торговым центром для необходимых и продаваемых нами товаров, но и местом номер один в мире для наемников и людей, нуждающихся в услугах таких специалистов, как мы. Блин, я думал, политку будем сейчас мы тратить чисто вон на вот эти вот решения по улучшению нашего государства. А тут, господи, смотри, сколько всего появилось. Я думал, что вот дополнительная политка на вот это. А, 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 а не. А тут вот еще что. Офигеть. Ну, по поводу улучшения порта. Тут различные решения есть. А, ну слушай, это тоже хорошо. Стабильность. Молен, стабы 43% вообще. ВВП. Будет, значит, набор людей, что проявится в новом национальном духе. Кстати, давайте прожмем. Приходится, а то мне больше войск лежит, надо делать. Здесь, ну всякие подразделения. Будет создано подразделение тоже в нас духе. То есть здесь у нас появится нас дух, который будет давать бонусы, которые мы тут прожмем. Угу. Ну, кстати, тоже все хорошо. Но влияние здесь на вот это вот, как в тех решениях, я особого не вижу. Но все равно прожимать надо. А что это? Правительство личностей. Западная Аляска имеет уникальный стиль управления. Открытый характер Вербала и его связи с Америкой позволили ему иметь широкий круг министров, который помогает ему управлять республикой. Это могут быть контракты с ЦРУ, друзья, наемники, русские коллаборационисты и местные политики. Однако президент может быть утомлен теми, кто присутствует в его кабинете, поскольку некоторые стороны могут начать завидовать власти других, если их не успокоить. Так, и мы тут можем, получается, ага, назначать министров всяких. Вон Тьюки и Киды, например. Наемники, коллаборационисты и вот местные политики. По плану у нас выходить вот сюда вот, править как Ценцинат. Создавать авторитарное государство, тем более тоталитарное, мы из этой России не будем. Так, соответственно, что здесь прожимать? Ну, я не знаю, наверное, местных, а коллаборационисты? Короче, давайте пока здесь отрогать ничего не буду. Там посмотрим. Субсидирование развития я все-таки прожму, потому что, ну, бонусы очень хорошие. Это дело нам надо. А тут давайте создадим платформу боевого отряда, ВВП вырастет и получим боевое подразделение. Оба. Так, у нас еще три с политики есть. Можно еще куда-то. А вот, например, кстати, губ вахту построить. Нам у тюрьма пригодится. У нас охватюрим вон, половина только. Нужно еще. Но пока мы строим чистую инфраструктуру. Эй, ты стройте, я так понял, смысла нет особо. Так, новый человек, он станет генералом, а также можно будет его назначить в качестве министра. Можете почитать тут про него. Но, насчет генерала. Тюрьма, слушай, хорош. 3-1-3-3. Сюда. Сюда давай. Так, а здесь? А здесь пускай это будет. Так, прокачать тебя можем в... Давай, наверное, все-таки, да, эксперт по камуфляжу. Дальше по фокусам куда мы? Соблюдение конституции. Политка, стабильность и улучшение тут всяких показателей наших. Давайте. Тут, кстати, все-таки истощение имеется, поэтому я, пожалуй, войска отсюда отведу. Давайте-ка вот сюда вот. Потому что здесь тяжеловато как-то без снабжения. О, еще американские поставки. Спасибо. Да, тут вообще нет узлов снабжения. Совсем. Надо их как-то что ли строить тут. Потому что у нас снабжение только на юге есть. Не, как вариант вообще забить на это. Не, реально, забить просто на север. Мы можем просто создать тонкие войска, которые здесь разместим, а сражаться будем в основном на юге. И все. А бот будет убиваться на севере. Да, наверное, так и сделаем. Так, эту двушку сейчас я сюда выпакую. Давайте там чпокай сюда вот. А насчет легких войск. Да вот эти, наверное, и сделаю. Которые занимаются у нас гарнизоны. Где, у нас, конечно, есть дивизии наемников. Они пожестче, чем вот эти вот. И, наверное, лучше их поставить. У них защита 382, а у этих 316. Да, давайте я, ладно, их сделаю. Пока что 6. А пехотного стрижения не хватает. Ё-моё. Вообще, может, пока что инфраструктуру стоит прекратить строить. Да, давайте так сделаем. Все, я вот так вот поступлю. Пускай хоть какой-то прогресс у нас здесь имеется в строительстве. А то, что вообще просто стоять в стагнации такой себе. Так, давайте. Производим сейчас. Так, этого хватает у нас. Нам нужны винтовки. Много винтовок. И вот это все остальное, конечно, тоже. Но то попозже. Соблюдение конституции сейчас я уже взял. Теперь давайте сотрудничество с бюрократами. Получим здесь, кстати, 4 офиса. 2 в Амалоне и 2 в Аленёке. Вот этот у нас оленёк, а вот это Амалон. Здесь, в принципе, единственной постройки будут это административные офисы. Потому что больше ничего и нет тут. Совсем. О, сюжет. Понял. Дефицит, кстати, уже в нас процентов. Да, что-то я даже не обратил внимание на него. ВВП растет сильно, поэтому давайте сейчас налоги. А, 49 в политке. Чёрт. А даже не хочется это делать, как бы. Но я не хочу эти проценты терять. А если всё-таки их потеряю? Минус 12. Ну давай так вот не сильно. Налоги всё-таки придётся повысить. Минус 10 процентов. Ага, класс. Административные. Ну здесь, если расходы на науку убрать полностью. А, это фигня. Копейки. Административные. Тоже копейки. Но социалка много. Ну давай, ладно, 10 оставлю. Ничего страшного. У нас разберёмся с этим долгом. Как и в прошлый раз. Я думаю, здесь мы всё-таки экономикой будем заниматься. Вон, финансирование наших начинаний. Тут вот это всё. Так что деньги получим. Ничего страшного. Может даже не стоило эту политку тратить. Если бы я сюда вот не прожимал. Ну я, конечно, это редко делал. Но всё равно. По 49 политки как-то. Её профитнее куда-то сюда вот втюхивать, как мне кажется. Кстати, насчёт втюхивать. Давай-ка построим медицинскую платформу. Получим госпиталь. И система здравоохранения начнёт у нас улучшаться. А что это за наш дух? Государство наёмников. Это оно? Скорее всего, да. Но вон есть отдельные людские ресурсы. И плюс ещё вот эти бонусы. Они от этих вот, я так понимаю, решений. Чё? Германия? А. Она сейчас захватила Москву. Вот это вот. Всё. Игра вылетела. Класс. Господин президент. С нашей западной границы поступили печальные новости. Похоже, что один из наших высокопоставленных наёмников некий Джон Питерс был вовлечён в ссору с местным политиком по поводу закупки жилья. Ссора закончила смертью участвовавшего в ней политика в результате многократного нанесения на живых ранений. Причём Питерс заявил, что, цитирую, «этот ублюдок заслужил это, потому что был его высокомерным мудаком. Благодаря своему высшему статусу Питерс сумел избежать наказания, но наши отношения с местными заметно ухудшились». Это прямо отобразится здесь? Ну, это влияние, не отношения. Хотя нет, стоять в этом мнении есть. Но у меня не везде 50. Тут оно не меняется. Кстати, тут разные здесь у нас категории граждан имеют разные бонусы, которые нам представляются. То есть вот еженедельные русские ресурсы, фактор военобязанного, 165 еженедельных. А, подожди, это же вот оно. 165. А потом, потом мы нашли его лицом вниз в чёртовой грязи со спущенными до щиколоток штанами. Синглауп расхохотался, как гиена и знакомый смех старого друга Вербелла эхом отозвался в телефонной трубке. Вербелл позвонил ему, чтобы обсудить дела. Кое-что в Восточной России или Западной Аляске или что-то в этом роде. Но это быстро перешло в шутки и рассказы о старых днях в ОСС. Боже, я даже не помню этого. Должно быть, это был опиум. Хихикнул Вербелл. Прежде чем продолжить. В любом случае, давай перейдём к делу, старый друг. Я слышал, ты всё ещё работаешь с федералами в Штатах? Да. Да, Центральное разведывательное управление. Хорошо. Всё ещё не так здорово, как у ОСС, но это не имеет значения. Вот поэтому я позвонил. Помимо личных дел. Что ты имеешь в виду? Видишь ли, я хотел заключить сделку с вами и ЦРУ. Вы поставляете нам оружие, патроны и всё такое, а мы присматриваем за вами здесь, в России. Держим вас и ЦРУ в курсе ситуации и так далее. Ну, мне придётся обсудить это с заместителем директора. Но я уверен, что справлюсь. В какой-то момент ожидаю звонка от начальства, чтобы убедиться, что всё готово. Но я думаю, что смогу попросить об одолжении. Приятно было поговорить, Митч. Мне тоже, Джон. Открыты будут новые решения. Наши отношения с дядей Сэмом. Ага, это что? Это где? Во. Благодаря этим ценным связям Вербл может поставлять в свою молодую республику широкий спектр оружия и разнообразные военные техники. А доступные типы оборудования намного лучше, чем обычные передачи, которые дядя Сэм закладывает своим союзникам. Американская поддержка нашего режима сейчас очень низкая. И нужно будет тюхать палитку сюда, да? Чем можно получить? Артиллерию, грузовики, винтовки, бонус к промышленности, электроники, американские танки, ага, и американские истребители. Сотка палитки это всё стоит. Но самолёты, вероятно, будем мы закупать. Танки, ну я не знаю ещё насчёт использования танков, я там хотел уже использовать БМПшки, но пока у меня тут это самое. По производству не вытянем их просто, я так посмотрел. А это чё? Господи, сходи всего. Орудия для патриотов. А, можем флоты создавать. Давайте создадим рыболовный флот. А у нас конвоев... А, 266. Тут требуется 35. Давайте. Там прирост населения. О, бедность будет падать. Сельское хозяйство будет улучшаться. Можно это взять. А тут можем резервы получить. За сотку, кстати, конвоев. Можем продать их. Давайте так сделаем. У нас конвоев реально хватает. Чё будем? Да идите тоже давайте. Воу. А, вот экспедиция в САХ. Господи, тут, оказывается, мы ещё не начали экспедицию в САХ. Сколько тут всего? Я просто не долистывал до конца. Тут листать просто много. Воу. Я думал, тут ивент чувства, чтобы территорию нам передать. А тут, оказывается, реальная экспедиция в САХ. Нас не обманули. Давайте. Через 160 дней мы тут получим бонусы вот эти вот. Инфраструктура там на севере поулушится. А также добавится доход от добычи полезных ископаемых. Алмазы мы всё-таки, я так понимаю, найдём. Так, может быть, что-то ещё тоже. Всё, давайте. Надо почаще вот так вот мониторить решение. А теперь править как Цинценат. Многие из местных гражданских лиц обвинили Вербелла в его диктаторских тенденциях, изображая его как Цезаря, которого не волнует интересы народа. Это чушь собачья. Вербелл потомок белогвардейского офицера, который воевал в гражданской войне. У него много общего с народом, и он здесь только для того, чтобы навести порядок на своей разорённой родине. Разве не ликует и не радуется сердце патриота, когда его родная страна снова воспаряет среди сил этого мира? Такова цель Вербелла. Хотя многие могут осудить его правление как терранистическое. Он здесь не для того, чтобы диктовать. Он здесь для того, чтобы править. Нравится им это или нет. Но русские в западной Аляске его поданы, и он заботится о них. Возможно, в отдалённом будущем Вербелл уйдёт в отставку и позволит более достойному русскому занятию его места в качестве президента республики. Получим здесь фактор военнообязанного, а также стабильность. Угу. У нас однопартийное государство, но теперь у нас, после взятия этого фокуса, будет контролируемая оппозиция. Мы станем на шаг ближе к демократии. Всё равно, правда, неполноценный. Но полноценную достичь сложно. Не знаю, получится ли здесь у нас. В общем, вот, что она нам будет давать. А также у нас правопресса улучшится и общественные собрания. Давайте. А вариант с диктаторством там чё? Угу. Политку? О, прижас политвласти. Ну, всё-таки да. Это было ожидаемо. Здесь такого нам по-любому отсыпать не будут. Вот, поддержка войны и урон, аносимый гарнизон, минус 10%. А здесь улучшатся правоохранение и финансирование армии. Ну, это слишком просто. Сразу в армию бонусы получать-то, в политку, то вон, демократию строить надо. Мы можем сейчас воспользоваться услугами чернорубашечников, либо же интегрировать НКВД. Но чернорубашечники не. Фашизм противоречивает идеалам республики. Такое нам не надо. Поэтому возьмём интеграцию НКВД. Регулярная полиция сменится на идею репрессивная полиция, которая будет давать нам больше стабы, шифрование-дешифрование, прирост политки и так далее. Снизится, кстати, административная нагрузка на наше государство. И новые советники появятся. Размещаю здесь вот эту шестёрку. Тоненьких наших дивизий. Надо их, кстати, хоть как-то тут пометить. Например. Ну, вот это вот кошечка. Хорошо. Так. Только шести здесь явно не хватит. Нужно ещё хотя бы столько же произвести. Можем сейчас потянуть? А, можем. Нормально. Всё. И также по фокусу сейчас я буду выходить в антилиберализм по необходимости. Угу. У нас сейчас только государственная пресса, но мы, допустим, ещё и свободны в некотором количестве. Но будет она находиться под цензурой. Дальше у нас есть вариант. Диктаторский вариант, где железный кулак, но мы проявляем мягкость, либо же кнут и пряник. Это, я так понимаю, компромисс. Здесь же, как и любой хороший правитель, Вербел предпочитает, чтобы его любили, а не боялись. Однако он иногда может принять крайние меры. Короче, варианты, где мы вообще прям, ну всё, Демократия, Демократия сразу же. Нет. Ну уж потом как-то у нас и получится. Потому что, ну, мы будем, давайте, стараться идти в эту крайность. Компромисс. Ну, как-то такое себе двуличность. Да. Поэтому выйдем вот сюда вот. У нас минимальный мрот изменится на низкий мрот, кстати. Минимальный размер оплаты труда уже станет повыше. О! У нас были ручные инструменты, теперь уже устаревшие станки. Что, как бы, вот такие вот бонусы нам будет теперь давать. Точнее, не бонусы, а, там, просто срез дебафов. Промышленное оборудование. Да, дебафов все равно есть, но не такие хотя бы, как тот. Но наша следующая цель это фабричные комплексы. Уже дебафов не будет. Так, по фокусам сейчас я уже вышел вот сюда вот, взял действующий законодательный орган. Может посмотреть на бонусы. Назначить командующих сейчас буду брать. Дальше. Представительство через службу. И потом прорисовка районов. Опа, нифига себе, формирование Коминтерна. А кто это сделал? А, ну, понятно. Вот вы у нас, да? Член Коминтерна. Ну, это не как Альянс, кстати. А Казахстан тоже член Коминтерна. А вот ты. А, подожди, это одна страна. Просто здесь их разделяет. Урал, вот этот вот. Так. Ну, ладно, с этим потом будем все равно разбираться. Но вы посмотрите просто на вот это. Татарстан. Подожди, у него вообще фокусы есть тут? Ребят, кто-то в курсе? У Татарстана вообще... У него же вроде фокусов не было. Какого фига здесь Татарстан? Или я что-то... Не, ну, по крайней мере, сейчас у него фокусов нет. Если бы они у него были, они были бы и сейчас. Это вообще нормально такое, что страна просто вот такая берет, которая не имеет контента и получает власть. В очень важном регионе. Которым будем брать мы, конечно же, в последнюю очередь. Из-за географических соображений. Сейчас, значит, смотрите. По вот этим вот механикам, наша собственная база, здесь мы получили вот эти вот подразделения различные. И со своими бонусами. А теперь нам нужно нажать вот сюда. Когда мы то все уже взяли, разблокируется вот это вот решение. Расширить командную платформу. Когда основные функции нашей магданской базы будут налажены, мы сможем расширить наш командный состав в пределах базы для проведения более сложных операций. Тайных и открытых. Этап экономического развития будет обновлен. Появятся новые решения. Вопрос. Этап экономического развития. А мы сейчас же на региональном находимся. А вот эти вот решения не пропадут? Вообще, как бы, ну, в теории должны пропасть. То есть, этап-то уже все. Решение хорошее очень. Я просто не помню, а там же, видите, уже такие подобные. Сможем прожимать или нет? Я сейчас политку вот коплю и постоянно это прожимаю, но хочется как бы от этого пока что не уходить. Давайте, пожалуй, не буду я пока рисковать. Возьму еще вот это вот. Улучшу здравоохранение. Да? Да. Здравоохранение. Сейчас еще политка вырастет и еще что-нибудь возьму. Соцобеспечение, пожалуй, да. Стабильность, кстати, уже подразогнал до 90%. А также, смотрите. Мы можем начать уже бурение. Платить будем мы за это командным ресурсом. Спасибо, что хоть не политка здесь. Давайте. Тратить деньги, конечно, будем. К национальному долгу они будут прибавляться. По завершению получим 0,025 разных доходов. Давайте. И, кстати, будем расширять дороги. Опа. Помимо инфраструктуры там построится железная дорога. Слушай, так, может быть, мы там уже тогда и высоснабжение с бабахаем? Ну, мне вообще желательно хотя бы один где-нибудь здесь. А так-то вообще два нужно. Но они дорогущие, двадцатку стоят. Если так их тупо сидеть строить, то это все на них просто переключить. Это дорогое удовольствие, поэтому так я не могу. Шесть еще новых дивизий. Давайте поставим. И вообще мне желательно производить 79 конвои, чтобы постоянно прожимать вот это вот. Оно хорошо так срезает наш долг. Ну, конечно. Уже 58%. Потому что дефицит уже 18%. А, мы так и производим конвои. Верфи у нас четыре штуки есть, но это как бы фигня. А строить, конечно, ради тех вот решений я верфи не хочу. Ну, потому что, чтобы строить их, мне нужно военные заводы поудалять будет. А мне пока военные заводы нужны вот это вот все. А я что-то еще вон еще делаю. Я исследую БМПшки. Так что я хотя бы чуть-чуть, парочку дивизий, но планирую сделать. Потому что они позволят нам очень легко здесь вот пробиться. А то техники у нас вообще совсем нет. У противника там механизация есть, кстати. Далеко на востоке новое солнце озаряет пустынный русский пейзаж. В эти смутные времена земли, где так долго господствовали авторитарные идеологии коммунизма и фашизма, земли, где соприкасаются огни, будут знать власть справедливой и нежной руки, чья сила твердая и чья хватка устойчива. Синенные штаты России вместе со своей братской республикой по ту сторону Берингового пролива встали на путь спасения русского народа. Скоро демократия пробьет себе дорогу к людям, которые не знали правления народной воли. И за это мы должны благодарить одного человека. Митчелла Вербала. В своем президентском дворце Магадани, где он правит по воле народа Дальнего Востока, он пьет вино и веселится. На западе лежит центральная Сибирь, куда более сильный враг, чем любой из государств, которым он сталкивался на пути к власти. Однако он не боится. Если придет превосходящая сила, девица республики эхом пронесется сквозь время. Либертус воз либерабит. Я неправильно посчитал, я уверен, но, ну, как-то так. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсоры, чтобы получить классные бонусы. Также играйте в утеплательной партии или просто общайтесь на наших серверах в Дискорде, в посылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбр, спасибо большое за просмотр. До встречи.